Вот смотрите, когда мне дали городской Акимат, и приезжали, сказали, это ваш магазин будет, потому что вы кирпичами строите, государствами. А вот остановка, вот остановка, это остановочный комплекс, вот тут она должна стоять, вот он. А у меня магазин она. Вот уже несколько лет Алтуншар Имамбаева борется за свой бизнес. Это ее магазин возле остановки, а это сама остановка. Тем не менее, торговли, скорее всего, снесут, по причине того, что она портит городской пейзаж. Для чиновников это как бы игра в бизнес. Вот сказали, оставим до декабря платить те 75 тысячи тенге. Я им дала. До этого 250 тысячи тенге забрали. Еще до этого просили 150 тысяч тенге. Я им дала 130 тысячи тенге. Больше не было. Я не пойму, что им еще надо. С самого начала они сказали, что строю магазин, вот он стоит, фундамент, кирпич. Потом просили провести канализацию, водопровод. Все я провела. Пожалуйста, пусть скажут, что им не нравится. Сегодня такие, как Алтуншар, устроили пресс-конференцию. Через масс-меди эти люди хотели донести до государства новость о том, кто именно стоит за остановочным бизнесом в Алматы. Компаньоны-министры входят в список казахстанского Форбс. Министр экологии Нурлан Капаров – 120 миллионов долларов. Его партнер Ирбот Досаев отстает всего на несколько позиций. А бедный ларек Татьяна Хлопотенко уже давно снесли. Государственные органы, структуры, которые, в принципе, должны служить только народу, они не только не отвечают на какие-то наши обращения, они делают все то, чтобы пролоббировать интересы министров. Эти люди куда только не писали – от антимонопольного комитета до администрации. Но на самом деле сегодня для алматинцев не так уж и важно, кто владеет остановками города. На самом деле киоски нужны, да, это удобно, но цены высокие у них чересчур. Кому-то и нужны, мне нет. Во-первых, вносят беспорядок и грязь. Во-вторых, я не употребляю такое, поэтому мне и не надо это. Только летом этого года в крупнейшем городе Казахстана было снесено более 500 киосков. Еще 300 ждут своей очереди. Такой административный подход к делу не дает никакого шанса простым смертным участвовать в большой жизни большого города. Редактор субтитров А.Семкин